Добрый вечер Гомель, я Наталья Волынец, приветствую всех в прямом эфире на телеканале Беларусь4. Ну что ж, дорогие друзья, сегодня пятница, а что это значит? А это значит, что время строит планы на выходные дни. И для того, чтобы выходные были насыщенными, интересными, нам нужно найти, конечно же, какие-то интересные занятия. И согласитесь, у каждого сегодня в семье есть свои такие традиции, семейные традиции, которые позволяют нам хорошо расслабиться, отдохнуть и подготовиться к новой трудовой неделе. У кого-то это вечернее чаепитие, у кого-то бабушкины вареники, блины, а кто-то просто занимается уборкой или ходит в театр, цирк, кино, на выставки. В любом случае, вы знаете, наверное, это все-таки здорово, когда выходные дни позволяют нам объединиться по-семейному и вот так вот замечательно провести время. Так что, дорогие друзья, мы ждем ваших сообщений в Вайбере и по телефону прямого эфира 3422-40. Призвоните, пишите. Нам очень интересно, какие у вас планы на выходные дни и какие традиции, семейные традиции существуют у вас в субботу и воскресенье. Ну, а я сегодня строю планы на выходные дни с очаровательными женщинами. Это директор музея Дворцова-Паркового, нашего Гомельского Дворцова-Паркового ансамбля Оксана Торопова. Добрый вечер. Добрый вечер. Дагестанских канатаходцев. Это Фатима Гаджикурбанова. Добрый вечер. Спасибо, да, вот что нашли время сегодня среди ваших репетиций, выступлений и пришли в нашу студию. Вы знаете, у нас принято по пятницам в нашей программе задавать такой традиционный вопрос тем гостям, какие планы на выходные. Вот, Фатима, что у вас на ближайшие выходные? Ну, у нас выходные, это суббота-завтра три представления, в воскресенье два представления, это наши выходные. А выходные у нас будут понедельник-вторник, и я собираюсь поехать в Минск. Какие-то конкретные планы? Да, я хочу посетить Минский цирк, сходить в театр. Ну, вот так вот, все просто и понятно. Человек, все распланировано, это уже радует. Оксана Валерьевна, что у вас, какие у вас, скажем так, события грядут в субботу-воскресенье? Самые увлекательные события, я планирую тоже быть в Минске, но, правда, на книжной ярмарке. Так. Вот, и посмотреть те издания, которые выпускают белорусские полиграфические предприятия, в связи с тем, что у нас в Дворцово-парковом ансамбле в этом году намечается очень серьезный проект в этом направлении. Мне хотелось бы пообщаться с коллегами по этому поводу. То есть что-то нас ждет, и все зависит от этих ближайших выходных, дорогие друзья. Вот насколько Оксана Валерьевна удачно съездит на выставку, я думаю, да, от этого многое зависит. Хороших вам выходных в любом случае. Спасибо. Людмила Михайловна, не могу не спросить у вас, да, какие планы? Ну, надо сказать, что Оксана Валерьевна поедет в Минск, а я в эти выходные буду принимать гостей из Минска. Это буду принимать искусствоведа известного Татьяну Бембель, это известных художников, поэтов, которые приезжают сегодня вечером, будут как раз в гостинице цирка заселяться, ну, а завтра у нас начнутся с ними рабочие будни. Поэтому выходных нет. Вот так вот обычно проводят выходные дни, знаменитые люди, дорогие друзья. Но в любом случае, вот в каждой семье есть какие-то традиции, правильно? Ну, если не секрет, конечно же, очень рассчитываю на откровенность, поделитесь, вот как у вас в семье принято, когда вы не на гастролях, да, как принято в субботу-воскресенье? Ну, в субботу-воскресенье я люблю печь пироги. Вот. Вот, да. И, конечно, приходят гости и чаепитие с моей выпечкой. Тогда расскажите какой-нибудь рецепт для наших белорусских зрителей. Рецепт, я делаю издобное тесто, люблю больше всего делать рулет с курагой и рулет с грецкими орехами и с корицей. Это мои любимые. Я удивляюсь, да, рулеты на издобном тесте, такая фигура, да еще и канатоходят. Это удивительно, конечно. Ну, знаете, на репетиции сжигаются калории, да, поэтому, в общем, можно позволить себе. Ну, а когда у вас, допустим, не выходные, а просто свободное время какое-то, как вы предпочитаете, вот, скажем так, расслабляться и набираться силы, энергии? Да, может быть, какая-то баня, шоппинг или все-таки театр? Театр. У меня театр. Я очень люблю ходить в театр в городах, где мы гастролируем. Вот мы были в Краснодаре, мы ходили смотреть часто все наши выходные по возможности. Балет Григоровича и, конечно, драматические театры. Ну, есть возможность, мы посещаем театр, да. Есть возможность, если это летом, конечно, это море, потому как я люблю море, океан. Это для меня самый лучший отдых. Фатима, вы у нас уже неделю в Гомеле. Как вообще наш город? Успели все посмотреть или еще только-только начинаете? Ну, я Гомель хорошо знаю. Я здесь была еще с детства с папой. И вот в 85-м году я тоже здесь была на гастролях. Такой большой перерыв с 85-го года. Конечно. Но я очень хотела сюда ехать, потому как, понимаете, Гомельский цирк и Гомель – это для артистов такой престиж сюда попасть работать. У вас замечательный директор, то есть наш директор цирка, ваш директор – это Яков Михайлович Лобович. Этот человек, то есть настолько знающий цирк, что сюда просто такие средние артисты не попадут. Мы им очень благодарны, да, потому что он любит очень интересные программы. Да, он, понимаете, он делает четкий отбор. Это было раньше в московском цирке на Цветном бульваре, когда был такой знаменитый режиссер Местечкин. То есть средние артисты, уровень среднего артиста, туда никогда не попадали работать. То же самое в Гомель сейчас, просто так не попадешь. То есть сюда, конечно, Яков Михайлович отбирает артистов высокого класса, и я очень просилась сюда, честно скажу. Хотели сами приехать? Очень. А знаете, как мы хотели вас увидеть? Ваш номер замечательный в нашем цирке. Но сейчас вернемся и к номеру музея. Я так понимаю, вы еще не успели посетить ни один музей, галерею. Нет, ну мы обязательно, обязательно, это в плане, да, мы обязательно пойдем. У меня, тем более, как мои партнеры, оба партнера, они пишут картины, они увлекаются, и для них вот так картинная галерея где-то, и музеи, для них вообще это все интересно. Они, кстати, мои оба партнера, один партнер у меня, он тоже белорус, он из города Лунинец, вот, но работает в российской государственной компании, мой партнер уже 6 лет. Второй мой партнер, Константин Огунович, его прадедушка из Гомеля, так что он просто счастлив попасть сюда. Да, замечательно. Ну, вот у меня вопрос, Людмила Михайловна, Оксана Валерьевна, если вам вот задать вопрос такой, что, вот, театр, кино или цирк, вот что, вот, куда отправиться, скажем так, в первую очередь? Ну, все будет зависеть от... Репертуара? От репертуара, конечно. Всегда интересно, какой режиссер, какой состав артистов. Поэтому, либо кино, либо театр. А цирк не рассматривается? Или, знаете, цирк, наверное, вот как-то в последнее время не очень складывается, хотя я очень внимательно слежу за афишами, смотрю все фоторепортажи и другие репортажи. То есть, браво, брависимо, эту программу вы еще не видели? Нет, я ее пока не видела. Мы сегодня постараемся сделать так, чтобы Оксана Валерьевна захотела к концу нашей программы сходить на это представление, да, всей душой. Людмила Михайловна, что вы говорите? Ну, если говорить сегодня театр, кино или цирк, конечно, театр. Ну, потому что давайте сегодня посмотрим. Цирк больше подразумевает для более детской аудитории развлечение. А нам хочется, ну, может быть, я говорю свое мнение, а нам хочется что-то такое, знаете, драматическое, что-то осмыслить, подумать над чем-то. Поэтому я говорю то, что, ну, чему бы я дала предпочтение. Замечательно. Спасибо вам огромное за откровенность. Вот это я очень ценю. Да, но вы знаете, Людмила Михайловна, я вот просто надеюсь, что вы будете удивлены, так же, как и наши зрители, потому что мы подготовили сегодня сюрприз, который, ну, вот, наверное, вот такое скептическое отношение к цирковому представлению немножко разрушит, но это чуть позже. А пока, дорогие друзья, прежде всего мы хотели бы разыграть пригласительный билет на двух человек на новую программу «Браво, брависсимо», которая в эти дни проходит в Гомельском цирке. У нас очень простой вопрос. По телефону 34-22-43 звоните и предлагайте свои варианты ответа. Итак, на каком музыкальном инструменте играл известный Чарли Чаплин? 34-22-43. Мы ждем ваши варианты ответов. И дело в том, что мы разыграем пригласительный билет в цирк на новую программу «Браво, брависсимо». Коротко, как принимают гомельчане? Слышала, что они просто аплодируют стоя, вот, наша публика. Вы знаете, на самом деле, что, действительно, зал весь полностью встает и стоя аплодирует. Для меня такое удовольствие, потому как, скажу откровенно, что гомельский зритель самый лучший, это правда. Да? Это правда. Мы только начали работать здесь, а я уже говорю, Яков Михайлович, а мне хочется еще на вторую программу остаться, потому что такое публики. Понимаете, у вас зритель понимает, его не обманешь. Да и везде не обманешь. Как говорится, сейчас народ такой продвинутый, что, естественно, люди видят... Сейчас время интернета, телевидение, все это все видят. Но когда люди видят вживую, вот у нас в программе, например, здесь, это не просто цирковые номера для детей маленьких, у нас вот наш номер кармана, это серьезный номер, постановка такая даже театральная. Естественно, что зрители воспринимают это уже не для детей, конечно, это для взрослых. Очень страшно. И я вот хочу просто, дорогие друзья, обратить ваше внимание, Канатоходцы Медниковы, так называется этот номер, можно так его назвать, да? Кстати, вот именно Фатима, руководитель и коллектива, и номера Канатоходцев. Я предлагаю прямо сейчас посмотреть короткий фрагмент именно этого номера на музыку Кармен сделал наш режиссер. Давайте посмотрим. Фатима Фатима Ну, мы действительно сделали такой маленький фрагмент, чтобы не раскрывать все карты, чтобы человек действительно сам захотел прийти в церковь и увидеть. Но я скажу одно. Может быть, мы, дорогие друзья, вот всегда мечтаем, когда видим в детстве вот акробатов, гимнастов, Канатоходцев, мы хотим сами попробовать это. Но на данный момент, вот я смотрю это видео, смотрю на Фатиму и думаю, вот мне страшно. А вам не страшно? Не бывает? Ну, вы знаете, бывает, на репетиции, когда вот у меня был перерыв такой, 17 лет, я долго не работала на канате, и потом вернулась. Вот почему Медникова, у меня муж, мой первый муж, он был Александр Медников, кантоходец, он получил травму в быту, и я посвятила номер в память его, почему мы и кантоходцы Медникова. Вы знаете, и после такого перерыва я поднялась наверх, где-то на 15 метров высоты, посмотрела вниз и думаю, как страшно. Я помимо своей лонжи подвязала сверху еще поясочек такой тоненький, потому что нормальный человек реагирует на это, конечно. Но когда мы выходим в манеж, естественно, об этом никто не думает, потому что публика, мы отдаем им, они отдают нам. Вот мне интересно, вы родились, если не ошибаюсь, выросли, скажем так, в цирковой семье, в семье кантоходцев. Ну, вопрос, который я вот прям уже несколько дней хочу вам задать, поделитесь секретом. Это какое-то вот это вот чувство равновесия и бесстрашия? Это все-таки что-то семейное, гены, или это какая-то особая техника медитации? Может, детка какая-то специальная? Вы знаете, нет, тут, конечно, с детства, когда дети цирковые бегают, все дети цирковые, они репетируют. Естественно, все дети цирковые занимаются. Но у нас семь сестер. И, ну, кто-то, например, с большим желанием это делал, а кто-то не хотел. Вот, например, я хотела работать во всех жанрах с детства, и мне, вы знаете, все давалось очень легко, правда. Кому-то из сестер гораздо это было сложнее, а мне это все давалось легко. То есть никакой особой диеты? Нет, никакой диеты. Просто упорный труд, я так понимаю. Это просто надо по много часов репетировать. Вот мы этот номер создавали, конечно, мы репетировали по шесть часов. В день, потому что у меня новые партнеры, и, естественно, у меня был большой перерыв, и, конечно, это только труд. Ну что ж, дорогие друзья, мне кажется, это надо увидеть собственными глазами. Но напоминаю, что у нас разыгрываются пригласительные билеты на новую программу «Браво, Брависсимо» в нашем гомельском цирке. И напомню вопрос нашего конкурса. На каком музыкальном инструменте играл Чарли Чаплин? У нас есть вариант ответа. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Здравствуйте. Знаете, что билет в цирк очень быстро разыграет кто-нибудь еще? Говорите громче. Алло, здравствуйте. Мы не слышим нашего телезрителя. Подскажите, пожалуйста, какой это у нас? Да, слышим. Добрый вечер. Здравствуйте. Меня зовут Виктория. Виктория, мы очень рады слышать вас в прямом эфире. Вы любите цирк? Очень люблю цирк. Ведела афишу новой программы. Хочу с детьми сходить обязательно. Тогда надо ответить на вопрос нашего конкурса. Напомню еще раз вопрос. На каком музыкальном инструменте играл Чарли Чаплин? На скрипке. На скрипке? Конечно, на скрипке. Вы правильно. Мы просто очень хотели, чтобы вы со своими малышами сходили в цирк. Так что пригласительные билеты в Гомельский цирк на новую программу «Браво! Брависсимо!» достаются вам. Спасибо большое за телефонный звонок. Ну вот, кому-то мы уже помогли организовать выходные дни, и это очень радует. Дорогие друзья, я предупреждала, что будет сюрприз, и вот совсем скоро, сразу после рекламы. Но пока хочу напомнить, на «Беларусь-4» прямой эфир. Сегодня мы строим планы на выходные, ждем ваших сообщений, какие у вас планы на субботу и воскресенье. Ну и, конечно же, обещанный сюрприз сразу после рекламы. Не переключайтесь. Дорогие друзья, мы продолжаем прямой эфир на «Беларусь-4». Дело в том, что почти неделю в нашем городе выступают артисты циркового шоу «Браво! Брависсимо!» На афишах, все заметили, легендарный клоун из Италии Дэвид Ларибли. Те, кто побывал на представлении, я уже говорила, рассказывают о том, что зал аплодирует всем артистам цирка стоя. Дело в том, что легендарный Дэвид Ларибли, обладатель золотого клоуна Международного фестиваля Монте-Карло, сегодня у нас в гостях. Это и есть сюрприз, о котором я сообщала сначала про глорамы. Дэвид, добрый вечер. Добрый вечер, Гомель. Я знаю, что Дэвид шесть языков знает, но русский нет, и поэтому хочу попросить Фатиму помочь нам с переводом. Да, согласна? Спасибо большое. Ну, расскажите, Дэвид, пожалуйста, как прошли первые выступления, потому что гомельская публика вас полюбила, а как вам пришлась белорусская публика? Ну, потрясающая публика, и он очень удивлен. А вы путешествуете по разным странам, выступаете везде. Где самая веселая публика? Да, вы путешествуете много путешествий по всему миру. Много счастливого, милые люди, которые просто смеются. Я думаю, что каждый зритель имеет свой свой характер. Вы знаете, что я имею в виду? Нет ни одного лучшего зрителя, чем друг другого. Есть некоторые зрители, которые более громко, они больше плачут, или они больше плачут. Есть некоторые зрители, которые, может быть, они больше нравятся. Но, знаете, каждый зритель, который любит это в другом способе. Ну, как говорится, в каждой стране у всех разный характер. И, в принципе, одни более сдержанные, другие более активные. Одни больше аплодируют, другие больше смотрят. Но каждый получает удовольствие. Но каждый вечер совершенно по-разному восприятие. Для него очень важно каждый вечер почувствовать публику. Какая публика, почувствовать их. Ну, я, Дэвид, если вы не против, хотела бы предложить нашим зрителям посмотреть небольшой фрагмент вашего выступления. They just want to show something. They'll be the new act. Посмотрим прямо сейчас. Спасибо за просмотр! КОНЕЦ 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 Ну, на самом деле, дорогие друзья, ну вот казалось бы, безобидный номер, который мы в детстве видели, да, но во, 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 браво, браво, брависсимо, да, спасибо, Дэвид. Ну, вот этот, Фатима, переведите, пожалуйста, вот этот момент, вот этот прием, к которому мы привыкли, да, что из зрительного зала выводит человека, подключает его к своему выступлению, я слышала, что это Дэвид придумал. Дэвид, ты, первый, кто trazer людей из-за аренов и арены, да? Это ваша идея? Я начинал, как, в 1980-е годы, чтобы сделать это, потому что, обычно, клоны, не принимают людей из-за аренов. Ну, в 1980-ом году он решил проекспериментироваться и стал приглашать публику, потому что обычно клоуны работали на манежах без футболу. И я видел мимы, или партнер-проформирующиеся на улице, которые делали это, и я сказал, что это может быть хорошо, и я хотел взять это в Диманеже. Первый директор циркуса не хотел, чтобы я это делал, потому что они сказали, что циркус не может. Это циркус, нужно оставить людей, не дистурбить людей. И когда он решил попробовать это делать в цирке, то директор сказал, что не надо беспокоить зрителей, они должны сидеть на своих местах. Ну, дальше и больше пошло все-таки. Я скажу вам, что я как любитель большой цирка, где бы я ни сидела высоко или внизу, мечтаю, чтобы я была именно этим человеком, которому подойдет клоун, и обязательно пригласить на представление. Об этом мечтает каждый зритель. Она сказала, что когда она сказала, что она сказала, что она сказала, что она сказала, что клоун ее в арену. Все, найдете меня? Найдете меня на представлении? Нет, нет проблем. Дэйд, вопрос про выходной день. Вот когда выдается свободное время, чем любите заниматься? Когда вы отдыхаете время, когда вы отдыхаете время, чем вы любите заниматься? В зависимости от того, в какой городе я являюсь, и в какой городе. Иногда я люблю идти в театре, в опере, я люблю идти в музей, я люблю идти в ресторан, я люблю идти и слушать музыку. Если мы уже понимаем. В каждом городе где что есть. Он смотрит театр, опера, музеи, он любит музеи. Где уже успели побывать в нашем городе? Мы только приехали еще. Репетиции, репетиции, премьер, интервью. Я думаю, Дэвид и вы, Фатима, найдете обязательно время, потому что действительно на Гомичне есть удивительные места. Это и музеи, это и картинная галерея, это и очень много других замечательных мест. В любом случае, мне хотелось бы просто еще раз напомнить нашим зрителям. Дорогие друзья, не упустите такую возможность. Сходите. Это действительно уникальный цирк, очень легендарные артисты цирка выступают сегодня на Манеже в нашем гомельском цирке. Браво, брависсимо! Эта программа продлится у нас в Гомеле аж до 3 марта. Я хочу поблагодарить вас, Фатима, я хочу поблагодарить вас, Дэвид, за то, что вы нашли время, пришли в нашу студию и пожелать вам хороших выходных. Ну и от себя лично добавлю, всегда рада новой встрече. Спасибо. А мы хотим сказать гомельчану спасибо, мы вас любим. И в первый день премьера, когда весь зал стоял, я без микрофона просто кричала спасибо, Гомель. Настолько я люблю Гомель. Спасибо. Ну что же, увидимся тогда на представлении. Конечно. Спасибо. Спасибо. Дорогие друзья, ну а мы продолжаем прямой эфир и вернемся в студию сразу после рекламы. Дорогие друзья, на Беларусь 4 продолжается прямой эфир. Телефон нашей студии 342243. Нам очень интересны ваши планы на субботу и воскресенье, поэтому вы можете позвонить в студию или написать в вайбере. Кстати, очень интересно, часто ли вы ходите в музей. Такие ответы тоже принимаются. Тем более, что мы разыгрываем сейчас билет в музей дворцово-паркового ансамбля гомельского румянцевых паскевичей. Скажите правильно, как правильно это называется? Я все время хочу назвать красиво. Дворец румянцевых паскевичей. Я так понимаю, он входит у нас в состав, да, Оксана Валерьевна? Как правильно говорить? И дворец румянцевых и паскевичей, и музей гомельского дворцово-паркового ансамбля. Как вам душа ваша видит? Так вот именно туда мы сейчас разыгрываем уникальный, единый, я так понимаю, пригласительный билет. Расскажите, пожалуйста. Это называется музейный сертификат, который дает возможность в течение всего этого года посетить в любое удобное время дворец румянцевых и паскевичей, и еще несколько отдельно взятых постоянно действующих экспозиций, в том числе башню обозрения, зимний сад. Ну, замечательно. 34-22-43. Такой вот прекрасный пригласительный билет на двух человек может получить сейчас тот из вас, дорогие друзья, кто ответит на вопрос нашего конкурса. Как жители Гомеля узнавали о прибытии в город князя Паскевича? Какие у вас есть варианты? Просто подумайте и прикиньте, и звоните. 34-22-43. Кстати, Оксана Валерьевна, а вы помните свой первый поход в музей, когда это было? Да, вы знаете, я помню, и у меня мой первый поход в музей иллюстрирует очень интересный анекдот. Он, правда, в нем речь пойдет об определенной национальности, но я думаю, что это не будет дурным вкусом, поскольку я надеюсь, что никто не обидится. Речь пойдет об итальянцах. Итальянцы известны сердцееды, у них замечательная среднеземноморская кухня, у них прекрасная музыка, живопись, но очень слабые достижения в военном искусстве. Именно вот, кстати, самая маленькая книжка в мире, которая существует, она так и называется «Военные достижения итальянцев». Так вот анекдот. Первая мировая война. Солдаты сидят в окопах. Из окопа поднимается итальянский офицер в голубом мундире с красными накладками, с золотыми палетами, шляпа с пером. Ну, вообще, разодет в пух и прах. Зрелище уму помрачительное. Обнажает саблю во вселенную и кричит «Вперед!». Что делают солдаты? Они рукоплещут и кричат «Браво!» и остаются в окопах. Вот, поэтому я была совсем юная школьница. Передо мной стоял экскурсовод, который был настолько погружен в глубокое знание своего предмета и ораторского искусства, не обращая внимания ни на кого, потому что через пять минут мы уже начинали переминаться с ноги на ногу. В конечном итоге, после окончания экскурсии, конечно, в душе мы ему рукоплескали, но вместе с тем со стороны светом и ретировались, ну и, как говорится, остались в своих окопах невежества. Я так понимаю, что вы на будущее сделали, да, выводы, каким должен быть посетитель и экскурсовод. Придется немножко прерваться, у нас есть телефонный звонок. Дорогие друзья, напомню, разыгрываем пригласительный билет в наш Гомельский дворцово-парковый ансамбль. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Как вас зовут? Давайте познакомимся. Добрый вечер, меня зовут Игорь. Игорь, скажите, пожалуйста, ваш вариант ответа. Как жители Гомеля, вот как вы думаете, узнавали о прибытии в город князя Паскевича? По флагу. По какому флагу? Получается, там, когда приезжали, то над дворцом флаг вешали. Вешали. Ну, в принципе, вот мы сейчас узнаем, правильно это? Да, да. Все правильно, да? Вот так вот быстро мы отдадим вот наш пригласительный билет. Нет, 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 есть еще один вопрос для нашего телезрителя. Любите ли вы ходить в музеи, картинные галереи? Очень. Вот недавно была шоколадная выставка со своей супругой. Вот. Ну, и потом планируем пойти на выставку бабочек. На выставку? Замечательно. Все в куче. Ну, не важно. Спасибо вам большое за этот телефонный звонок. Хорошего вечера. Вы выиграли действительно билет в музей. Спасибо. А это дорогого стоит сегодня. Потому что мне кажется, что сегодня музеи совершенно другие. Вот даже за последние несколько лет они очень изменились. Вот, Людмила Михайловна, согласитесь, сегодня и зритель другой становится, как на мой взгляд. Вот. И я сама люблю тоже ходить в музеи. Вы знаете, наверное, сегодня еще не зритель становится другой, а мы сотрудники, которые работаем в этих учреждениях. Да, Александра Валерьевна? Мы другие. Мы совершенно по-другому сегодня подаем этот материал. Нам очень хочется привлечь внимание и привить эту любовь, это искусство людям. И, наверное, поэтому спасибо Игоре, который пожелал прийти на выставку бабочек. Тропический рай. Ведь это тоже привлечение внимания к музейному делу. Сегодня ребенок посмотрит на экзотическую бабочку, а завтра он будет стоять у интересной картины. Ну, пока, наверное, кто-то для себя таким образом откроет. Конечно. А как? Ведь сегодня же начинать надо с маленького поколения, с наших детей, которые ходят в детский сад, ходят в школу. Вот откуда надо начинать. Поэтому сегодня и мы, сотрудники, совершенно по-другому работаем. Интерактивно работаем. Вот, кстати, в этом же, может быть, русле и выставка шоколада, как я ее называю, искусство шоколада. Кстати, вот она несколько недель идет. Что уже показало? Насколько вот такая форма, такой, скажем, вид проекта вот именно в такой подаче интересен посетителям? Ну, я скажу, что вот буквально за три недели эту выставку посетила без малого почти тысяча зрителей. Это очень много. Вот. И мы отмечаем, что она востребована в первую очередь для семейного посетителя. Собственно говоря, мы и рассчитывали на это. Вот. И совпадение таких вот совершенно не совпадающих по своей фактуре элементов, которые сработали на этой выставке. Во-первых, никто не ожидает, что из шоколада можно создать произведение искусства. Никто не ожидает того, что, например, ваша фотосессия селфи будет выглядеть настолько реальной, как будто вы побывали в Пармянском театре Рыжи, либо возле Эфелева башни в Париже. А скажите, правда, что во время вот этого всего проекта пострадали несколько важных шоколадных экспонатов? Вы знаете, это очень печальная, почти трагическая история. Мы не хотели выносить ее за стены музея, но, к сожалению, все знаки журналисты разузнали об этом. Да, действительно, очень серьезно пострадала Эфелева башня. Но благодаря силе воли и таланту мастера шоколатье совершенно небольшому количеству шоколада и микроволновки в кратчайшие сроки удалось восстановить Эфелеву башню. Эфелева башня с нами сейчас снимает свое достойное место в экспозиции. Я удивляюсь вашей подаче. Я не расстроилась, думаю, что же такое произошло. Устояла, устояла. Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, какие выставки действительно можно посетить в музее Дворцового паркового ансамбля в эти дни? Итак, искусство шоколада. Что еще интересного? Чем вы привлечете? Ну, естественно, это наша постоянно действующая экспозиция, это наша гордость, это наши интерьеры, это наша коллекция. Это всегда то, что есть, всегда привлекает внимание для всех наших гостей, для наших туристов. Это замечательная выставка анималистики из частного собрания Сергея Путилина. Огромный зал, более 300 предметов, изображения животных в различных видах декоративно-прикладного искусства, изобразительного искусства. Глаз просто теряется во всем этом многообразии. Это, ну, как обычно, башни, воззрение, то есть те объекты, которые у нас постоянно работают. И есть очень интересная выставка, которую мы открыли буквально недавно. Это традиционная выставка, на которой мы представляем новые поступления по итогам ушедшего года. Ну, у нее очень такое интересное, такое пафосное название «Сохраняем наследие вместе». Поэтому я думаю, что многие для себя сделают такие вот интересные открытия на ней. Скажите, а сколько вообще на ГУМе сегодня музеев? А то мы как-то пытались сегодня посчитать и немножко сбили. 26. 26? Вы считаете, это мало? Людмила Михайловна, у вас есть какой-то любимый музей на территории нашей ГУМЕСКОЙ области? Ну, кроме, конечно, картины галереи. Нет, вы знаете что? Ну, наверное, не совсем ваш вопрос меня как-то радует, потому что, наверное, самое любимое учреждение для меня было, есть и будет картины галереи. На галерее, это понятно, конечно. Даже не обсуждается. А к своим друзьям, коллегам я с огромным удовольствием прихожу по их приглашению. На новые выставки, на интересные проекты. На новые выставки пообщаться, посмотреть, узнать, что интересного у них, какие подходы, потому что они тоже очень классно и интересно работают. И поэтому мы ходим за опытом друг к другу. А, конечно, любить я буду пока только наше учреждение. Извините. Ой, о чем вы говорите? Это так радостно, когда вот руководитель настолько трепетно относится к своему детищу. А для вас это действительно детище, я знаю, да. Но впереди. Про галерею Ващенко у нас впереди. Мне подсказывают, что у нас сейчас на связи город Мозырь. Татьяна Остапенко – младший научный сотрудник Мозырьского краеведческого объединенного музея. Вот как раз сейчас и узнаем, что интересного в эти выходные дни предлагает своим посетителям Мозырьский музей. Добрый вечер, Татьяна. Вы с нами? Да, добрый вечер, Наталья. Добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Мы очень рады вас слышать, да. И вы знаете, вот так вот расскажите нам, какая главная выставка у вас там сейчас, может быть, экспонируется, и вообще, что интересного происходит? Ну, на самом деле, в состав Мозырского объединенного краеведческого музея входят несколько филиалов, и в каждом из них происходит что-то интересное. Например, в выставочном зале нашего города в настоящий момент происходит выставка, посвященная памяти художника Николая Дуброва, которого, к великому сожалению, не стало год назад. Экспозиция выставки насчитывает 48 полотен мастера, которые отражают его творчество в разные периоды. Также в Музее народной культуры Мозырщины Полевская веда проходит выставка под названием «Память в сердце стучит», посвященная 75-летию освобождения нашего города от немецко-фашистских захватчиков. Ну, а кроме этого, постоянная экспозиция всех филиалов нашего музея порадует гостей своим разнообразием. Спасибо большое. А что в планах вообще такого интересного есть сегодня у Мозырского Объединенного краеведческого музея? Скажем так, какие интересные проекты ждать в этом году? Потому что я знаю, многие гамильчане с удовольствием поедут в Мозырь на экскурсию и еще, может быть, заодно, чтобы посетить музей. Ну, в ближайшее время мы готовим фото-выставку под названием «Афганская эпопея», посвященную 30-летию вывода советских войск из Афганистана, начнет работу выставка 14 февраля и продлится до 24 февраля. А вообще в нашем музее проходит достаточно большое количество выставок и коммерческих, и художественных, которые посещают достаточно большое количество человек, и мы слышим всегда положительные отзывы, что не может не радовать. Поэтому я приглашаю вас, дорогие друзья, посетить наш замечательный город, ну и, конечно же, филиалы Мозырского объединенного краеведческого музея, где все это вы сможете увидеть своими глазами. Спасибо большое, Татьяна. Мы желаем вам тоже хорошего вечера и всегда рады видеть вас и в нашем городе. Дорогие друзья, напомню, Татьяна Остапенко – младший научный сотрудник Мозырского краеведческого объединенного музея. Только что вот был звонок с Мозырем. Это прямой эфир. Сегодня, дорогие друзья, мы строим планы на выходные дни и разыгрываем билеты в музей. Вообще, это наша добрая традиция, нашей программы. Да, мы очень часто разыгрываем пригласительные билеты. И, честно сказать, наши зрители в восторге. Особенно потом сообщают нам в нашей группе ВКонтакте, в соцсетях, на какую выставку ходили, что посетили, что понравилось, что нет. Последние очень редко. Иногда говорят, кофе не подогрели. Да, наши зрители сегодня хотят и кофе попить, и чаю выпить, да, обязательно на выставке. Но это как бы вопрос спорный. Дорогие друзья, сейчас разыгрываем пригласительный билет в картинную галерею Гавриила Ващенко. Это пригласительный билет на двух человек. Для того, чтобы получить этот билет, надо ответить на вопрос нашего конкурса. Правильный ответ, конечно же, сообщит нам Людмила Михайловна. Ну а вопрос задам я. Сколько лет исполнилась галерея Ващенко в этом году? 34-22-43. Мы ждем ваш вариант ответа. Итак, картинная галерея Гавриила Ващенко – одно из любимых мест не только гомельчан, а, конечно же, туристов. И удивляет, как я уже говорила, и разнообразие проектов, и разнообразие выставок, и сам подход вообще к работе. Расскажите, что же интересного можно посмотреть в эти дни в галерее? Ну, я хотела бы сказать, что в эти последние дни… Что значит последнее? Что значит? Потому что 13-го числа мы заканчиваем потрясающий проект, привезенный из Санкт-Петербурга «Авангард 20-й век». Это об истории искусства 20-го века. Меня так пугаетесь сегодня, что… И поэтому, знаете, хочется все-таки, чтобы наши жители нашего города насладились искусством и узнали более 28 мировых имен. Это Миро, это Шагал, это Кандинский… И все это вот здесь под боком. Да, это все рядом, никуда не надо ехать. Но это первое. До какого она, помните, числа? До 13-го? По 13 февраля. И мы эту выставку, конечно, заканчиваем. Она уезжает опять в Санкт-Петербург. Хотела бы отметить сегодня новая выставка, которая открылась в стенах нашей галереи буквально неделю назад. Это «Дядьковский хрусталь». Причем это не просто выставка, это выставка с продажей. Это потрясающее изделие этого предприятия и музея «Дядьковский хрусталь» – это Брянская область. Ну, конечно же, не могу не сказать сегодня… Игорь звонил, да, в эфир? Бабочки. Бабочки, да. «Тропический рай». Причем, знаете, очень интересная подача этой выставки. Во-первых, не только здесь можно насладиться экзотикой бабочек. Во-вторых, здесь можно ребенку нарисовать и унести с собой свою бабочку. Посмотреть мультфильм, как происходила бабочка. То есть, вот, знаете, такой классный отдых. Сегодня я наблюдала, кстати, весь день, находясь в галерее, не выйдя из этого здания, и наблюдала же за посетителями, как они проводят свое свободное время. Я была удивлена. Дедушки приходили с внуками, семьями приходили по два часа, не покидая зал. По два часа. И дети уходить не хотели. Ну и, конечно, знаете, наверное, пользуясь случаем, хочу напомнить, что не за горами 14 февраля. День влюбленных. Вот ко дню влюбленных мы готовим особенные призы. Это будут живые подарки. Но какие, я не скажу. Пусть останется секретом. Поэтому мы очень много... Я уже представляю. Мы очень много готовим ко дню влюбленных в нашей галерее. Поэтому, дорогие телезрители, дорогие жители нашего города Гомеля, мы очень рады будем видеть вас. Ну, не только, скажем, 14 февраля, но и на протяжении всех ваших свободных дней. Потому что мы работаем, Наташа, без выходных. Ни одного выходного дня. Ни одного выходного дня. У вас понедельник вообще уникальный день. Когда у других выходных... Напомните, кстати. Но я хочу сказать, что по понедельникам люди определяют стоимость билета самостоятельно. Сколько вы считаете, должен стоить билет в галерее Ивашенко? Вот столько вы и заплатите. Кстати, на следующей неделе мы откроем еще одну замечательную выставку. Это авторская кукла Сергея Дроздова на проспекте Ленина 43. То есть, ну, я думаю, все, кто сегодня хотят красиво провести культурно, провести свой досуг, пожалуйста, приходите. Вы только что так заинтриговали наших зрителей, что у меня подсказ в телефон разрывается. Все хотят выиграть пригласительный билет в картинную галерею Горилла Ващенко. И напоминаю вопрос конкурса, дорогие друзья. Сколько лет исполнилось галерея Ивашенко в этом году? Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Здравствуйте. Давайте с вами познакомимся для начала. Меня зовут Анатолий. Анатолий, скажите, вы часто ходите в музеи? Очень редко. Очень редко. Это большое упущение. У вас есть возможность все исправить в своей жизни и вообще вот все вот так вот перевернуть, я бы сказала, поверьте. Как вы думаете, сколько лет исполнилось в этом году картинной галереи Горилла Ващенко? А можно сначала задать вопрос, а потом сразу ответить? Можно. Можно, конечно. Вопрос сразу двум директорам это музеев. Так. Это какие высовки планируется сделать к 23 февраля? И на второй вопрос примерно 70 лет. Галерея Ващенко. Что значит примерно 70 лет галереи Ващенко? Галерея Ващенко. Вообще, вы знаете, что я вам хочу сказать? Ваш ответ заслуживает специального приза. Это вот насколько ассоциируется ваша галерея, как будто она существует всегда или давно. Вот понимаете? Как зовут я прослушала? Анатолий. Анатолий. Вообще вы молодец, что позвонили. Я не отвечаю. Но для вас будет особенный приз. Приходите. Рады будем вас увидеть. Анатолий, оставьте свои координаты. В любое доброе для вас время. Оставьте, пожалуйста, свои координаты нашему редактору. Вот так вот вы просто покорили только что, Людмила Михайловна. Для вас есть определенный приз. Дорогие друзья, но конкурс продолжается. На самом деле это неправильный ответ. Еще раз напоминаю вопрос конкурса. Сколько лет исполнилось в картинной галереи Гавриила Ващенко? В этом году. Хочу просто обозначить. 34 22 43. Звоните, пожалуйста. Про 23 февраля спрашивали. 23 февраля был вопрос, да, вот хочу напомнить. Какие мероприятия у нас готовят музеи наши, галереи, да, к 23 февраля? Ну, сотрудники дворцово-паркового ансамбля в этот день будут очень даже совершенно неожиданно поздравлять всех защитников, смелых, отважных и мужественных. Мы на выставке шоколада устроим самый настоящий шоколадный шахматно-шарочный турнир. Да. А может, получится победить? Судьей будет у нас профессиональный судья на этом шахматно-шарочном турнире. Поэтому принимай, просто смотрите наш сайт, берите наш телефон, записывайтесь. Количество участников сеансов ограничено. Вот. Ну, естественно, призы будут, поэтому мы не будем, наверное, раскрывать все карты. Ну, и плюс ко всему, наверное, тоже такой интересный момент. Это 50-процентная скидка. Я считаю, что это тоже немаловажно. Замечательный момент. Скидки любят все. Поэтому я так думаю, что о проектах 23 февраля нашей галереи мы расскажем в одной из следующих передач. Потому что мы каждую пятницу анонсируем самое интересное событие, которое происходит на территории Горщины. Вы знаете, кто про 23 февраля, а я про день влюбленных. Да. Поэтому все-таки он поближе по дате 14 февраля. Так что не забудьте, там какие-то живые подарки обещают, дорогие друзья. Поэтому будем пока говорить о невлюбленных. Да. Ну что ж, кстати, очень интересный проект, на который я лично хочу обратить внимание, это проект «Я художник, я так вижу» называется. Мы вот о нем говорили не раз в нашей программе, анонсировали. Вот расскажите подробнее, потому что меня, например, очень удивляет вот это ваше условие, что участвовать в этом проекте, возрастной такой вот цензор, это от нуля до ста лет. Я уже дома ищу и думаю, мужа спрашиваю, что я умею делать. Хорошо, чтобы поучаствовать. Сказали, что у меня с художеством не очень, но... Наташенька, вы знаете, что я, наверное, раскрою тоже небольшой секрет. У вас потрясающая дочь, которая занимается в нашей студии. Это моя племянница. Племянница, да? Да, это моя племянница, да. В гостях у Тюбика. И более того, она стала победителем одного из конкурсов, причем серьезных конкурсов. Более 50 работ принимала участие. Она стала победительницей. Да, Анастасия наша, да. Так вот, даже ваша Анастасия может принимать участие. Но я вернусь к этому конкурсу. Так, то есть уже возраст понятен. То есть любой даже ребенок, в принципе, может. Знаете, вообще, я буду честна и откровенно. Такого плана конкурс, не конкурс, а проект проходил в городе Минске. Там я Малеевич, я шагал. Мы решили у себя сделать немножко по-другому этот проект. И решили дать возможность всем гомельчанам, и не только гомельчанам, а жителям Гомельской области. Я обращаю на это внимание. И вот сегодня очень много приезжало молодых людей из регионов наших. То есть выставка, ну, сразу завоевала? Это для всей Гомельской области этот проект. Поэтому в нем принимают участие все жители гомельской области. Невзирая на свое образование, на свой статус, на свой возраст. То есть любой творческий человек. То есть не обязательно должен быть художник, да? Нет, я даже и говорю, знаете, художник, это уже он художник. Ведь наша задача сегодня раскрыть творческий потенциал жителей нашего города. И показать этих людей, и дать шанс этим людям заявить о себе. Вот наша главная задача. Но и более того, этот проект, он еще и несет и социальный характер. Почему? Потому что после этого проекта ряд работ будут подарены одному из медицинских центров. Это детский онкоцентр при РМПЦ. Даже, знаете, вот сегодня хочу сказать, что мне было очень приятно, когда наши сотрудники, вот Татьяна Борисова, наш сотрудник, старший хранитель фондов, она же и художник, Олег Курошов, наш сотрудник, они сегодня заявили просто желание даже не от того, что будут их работы, а свои работы подарить этому детскому центру. И я думаю, что после этого проекта очень многие изъявят желание подарить свои работы и украсить стены там, где находятся больные дети. Потому что все должно нести какой-то еще и социальный характер. До какого дня принимаются заявки на участие? Значит, это не заявки, работы уже давно приносят. На сегодняшний день мы получили уже 39 работ. Участников уже у нас 28 человек на сегодняшний день. И работу будут приниматься буквально до последнего дня. Проект начнет 18 числа. Уже, как говорится, все стены галереи и зала будут в этих работах. 18 февраля. 18 февраля. Но принимать будем вплоть до последнего дня проекта. И даже если один день последний будет представлена чья-то работа, это тоже дорогого схода. Дорогие друзья, мне кажется, каждый, кто хотел увидеть свою работу вот так вот, вот так вот, вот так вот, как еще сказать, на стене, в галерее. А причем, знаете, я хочу сказать, что вот сейчас я обратила сегодня внимание, специально посмотрела, кто же к нам приходит и приносит работы. Например, один из главных врачей нашей поликлиники, индивидуальный предприниматель нашего рынка, школьники нашего города, рабочие одних из предприятий, не работающие люди, они этим занимаются, они этим живут, они это творят. И сегодня очень важно раскрыть и показать этих людей. Вот что очень важно. Ольга Мюнхам, спасибо большое. Дело в том, что у нас на связи есть еще один вариант ответа на вопрос нашего конкурса. Напоминаю, разыгрываем пригласительные билеты в картинную галерею Гавриила Ващенко. Напоминаю вопрос конкурса, дорогие друзья. Сколько лет исполнилось галерея Ващенко в этом году? Добрый вечер, вы в прямом эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте мы с вами познакомимся и поговорим. Давайте. Как вас зовут? Меня зовут Татьяна. Я живу в городе Гомеда. Очень люблю наши музеи посещать. Посещаю, ну, не редко и не часто, но достаточно хорошо. Достаточно хорошо? И очень люблю все выставки. Ну, тогда вы должны знать, сколько же исполнилось в этом году. Если я не ошибаюсь, то галерея Ващенко была открыта 5 февраля 2002 года. Это значит 17 лет. Совершенно верно. Все правильно? Все правильно. Это, знаете, говорит о том, что человек ходит в наше учреждение. Вот, когда видно, позволяет время, ответ совершенно верен. Ну что ж, спасибо вам большое. Спасибо, вы выиграли. И вот, пожалуйста, новые выставки теперь для вас открыты, как говорится. Дорогие друзья, напоминаю, что это прямой эфир на телеканале «Беларусь-4 Гомель». И вы знаете, выходные дни – это прекрасное время еще и сходить в кино. Сейчас, кстати, в прямом эфире мы разыграем пригласительный билет в кинотеатр «Мир». Билет на двух человек на любой сеанс и в любой день. Кстати, в эти выходные там покажут комедию «Бабушка легкого поведения». В фильме будут сниматься такие звезды, как Дмитрий Нагеев, «Глюкоза». В общем, на прошлой передаче нам тут кинотавр вовсю рекламировал это кино. И мне кажется, все бабушки и дедушки нормального поведения захотели сходить на фильм «Бабушки легкого поведения». Итак, как же выиграть, дорогие друзья, билет в кино? 34-22-43. Очень простой вопрос. Как назывался популярный в свое время комический телевизионный проект, ведущими которого были Дмитрий Нагеев и Сергей Рост? Напоминаю, телефон 34-22-43. Звоните, пожалуйста, в студию. Я хочу зачитать несколько сообщений от наших зрителей, какие у них планы на выходные дни и какие вообще традиции. Анна гордится, что в городе много музеев, была на выставке «Шоколада». Ирина тоже следит за анонсами, ходит на выставке. Оксана спрашивает, какой экспонат в Гомельском дворце самый ценный. Если можно коротко, можно вообще ответить на этот вопрос? Попытаюсь. Наверное, это из коллекции археологии. Это «Вислая печать» со знаком Рюриковича. Ценная почему? Потому что... Это 11-12 век. Это коллекции шейных гривен. Собственно говоря, вот такие вещи. А для музейщика вопрос, на который мы никогда не сможем ответить. Мне кажется, каждому фонару какая-то история скрывается. Вообще приходите, мы с удовольствием расскажем, покажем. И поверьте, вы, наверное, сможете сами определить, что... Не раз вернётесь, я думаю. Да, не раз вернётесь. Не раз. Так, Ирина будет в выходные заниматься творчеством, делать куклы. Вот, пожалуйста, ваши куклы вполне могут стать участниками. Кстати, куклы у нас уже принесли, тоже интересные, кстати. Вот, видите, дорогие друзья, любое ваше хобби сможет принять участие в проекте «Я художник». Вообще, Наташа, знаете, обращу внимание, что не только работы художественные, я имею в виду картины, это могут быть и керамика, это могут быть и куклы, это и вышивка. Это совершенно разное творчество. Это творчество, ваше проявление. Конечно, Гомельская область вся. Вообще, уникальный проект, я думаю, что мы о нём тоже будем не раз ещё рассказывать и показывать. Ну, а так как мы сегодня строим план на выходные дни, и время осталось у нас, к сожалению, не очень много в эфире, хотелось бы рассказать ещё о нескольких мероприятиях. Завтра во Дворце культуры железнодорожников состоится международный фестиваль света. И, по словам организаторов всех зрителей, ждёт уникальное, яркое и незабываемое зрелище от участников из разных городов и стран, которое подарит эмоции и впечатления. И, я думаю, такие эмоции и впечатления, конечно же, согреют в зимний выходной. Напомню также, что в эти выходные дни в Гомеле в общественно-культурном центре прогремит танцевальный взрыв. Это уже прекрасный повод провести время всей семьёй. На следующей неделе в Гомеле гастроли российских театров. Прошу обратить внимание на эти два события. 13 февраля во Дворце железнодорожников состоится показ легендарного спектакля «Мастер Маргарита». В главных ролях российские звёзды Ольга Кабо и Инвар Калныш. Ну, а в День всех влюблённых 14 февраля Станислав Бондаренко, Глафира Тарханова. И, конечно же, спектакль «Колесо фортуны» на сцене Дворца железнодорожников. Есть вопрос от Ольги. Что планируется в Белой гостиной в ближайшее время, если можно коротко? 27 февраля у нас состоится концерт солистов Большого театра оперы и балета. Концертная программа посвящена 200-летию со дня рождения Станислава Манюшки. Это будет замечательная программа. Это белорусский и польский композитор. Проект называется «Хатни спилки». Проект очень хороший. Но просто имена сами говорят. Это Ирина Кучинская и Илья Сельчуков. По моим последним сведениям, Илья Сельчуков вот только прибыл из США, сейчас отправляется в Австралию. Поэтому я приглашаю всех воспользоваться такой возможностью и послушать сопрано-баритон и ансамбль вокалистов в итоге по правлению Алексея Фролова. Это тот ансамбль, который по крупицам собирает партитуры аутентичные, те, которые были когда-то утеряны, либо пропали с поля зрения общественности. И по сути кладут на академическую, так скажем, профессиональную партитуру исполнения на народную музыку белорусскую. Спасибо. Мне кажется, вы заинтересовали определенную, скажем так, зрительскую нашу аудиторию. У нас есть телефонный звонок. Мы же разыграем еще один пригласительный билет. Это пригласительный билет в кино. Итак, дорогие друзья, напоминаю вопрос конкурса. Как назывался популярный в свое время комический телевизионный проект, ведущими которого были Дмитрий Нагиев и Сергей Рост. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Как зовут нас? Виктория. Виктория. В кино любим ходить? Очень любим ходить. Так, ну какой ответ будет конкурса? Как назывался этот проект телевизионный, ведущими которого были Нагиев и Рост? Если мне не изменяет память, это был «Осторожно, модерн». А сколько же вам лет, если вам память-то не изменяет? Мне вот интересно, проект давно шел в эфире. Ну вы правильно ответили на вопрос, да, я извиняюсь за то, что так вас как бы пытаю, но вы знаете, что вы выиграли пригласительный билет в кинотеатр «Мир» на двух человек на любой сеанс, на любой день, на любой фильм, какой только пожелаете. Так что наше вам поздравление, а от вас ждем ответ на вопрос. Какие планы на выходные ближайшие? Вот, как раз собираемся с мужем сходить в кино. В кино, отлично. Ну что ж, хороших вам желаем выходных. Есть еще пару сообщений от наших телезрителей. Суббота – время для домашних дел и вечеринок у Анны, а в воскресенье – это прогулки. Вот и размышляют, куда отправиться. Мне кажется, Анна, мы с ней дали вам много вариантов для размышления. У Ирины семейный обед или ужин – выходной день традиция. У Дарья будет лепить пельмени. У Людмилы очень трогательная традиция. С дочкой в субботу всегда провожают папу, целуют, машут в окошко. Ну, пока пишут, это их единственная такая традиция. Семьен замечательный. Да, Ольга каждые выходные, независимо от времени года, природа выезжает. Ну, а Оксана готовит пироги и собирает пазлы. Ну, кстати, насчет пирогов и вообще кулинарных пристрастий наших зрителей, я уже давно обратила внимание, что для них выходные – это возможность что-то приготовить вкусненькое. И мне кажется, каждая хозяйка что-то готовит. Есть какие-то у вас такие фирменные рецепты воскресных, там, блинчиков? Ну, можно не отвечать на этот вопрос, но мне кажется, зрителям всегда интересно. Вот, директор музея, да, вот что готовит на завтрак. К сожалению, я из поколения с ключиком на шее, когда родители очень долго и поздно работали. И поэтому все, что было в холодильнике, это и стала моей традицией, она, собственно говоря, продолжается до сих пор. Хотя я не чараюсь приготовить хороший ужин, либо праздничный ужин. Ну, очень люблю ходить в гости. То есть мы, я говорю, рецепты вчера, мы не дождемся, так что, Валерьевна, да, Людмила Николаевича, что нас удивительно. Вы знаете, что, наверное, я вас не удивлю, а порадую себя и скажу вам о том, что мой замечательный муж настолько готовит потрясающе, что я предоставляю эту возможность по выходным отдать ему. Ну что ж. У него замечательная рыба, потрясающая уха, а тем более, что он сам это все ловит еще, не в магазине берет. Поэтому это самое лучшее блюдо. Поэтому я его обожаю, люблю за это, что он это делает. Счастливая женщина, с вас рецепция ухи от мужа или как хотите обязательно. Ну что ж, дорогие друзья, а вот мне, кстати, вопрос есть. Кто-нибудь из вас умеет взбивать масло, как взбивали наши бабушки? Не пробовала. Вот к чему введу. Дело в том, что научиться этой хитрости, дорогие друзья, сегодня может каждый. По крайней мере, так утверждают жители деревни Марковичи, что под Гомелем. Вот уже завтра там состоится народный праздник Марковичская вотшарать. И вот все подробности узнаем прямо сейчас у организатора. У нас на связи фольклорист, гармонист, организатор народного праздника Марковичская вотшарать Виктор Шипков. Виктор, добрый вечер. Добрый вечер. Мы очень рады слышать, Виктор, вас в прямом эфире. Вообще, вы знаете, вот в последнее время Марковичи постоянно на слуху. У вас какие-то проходят там то народные танцы, гуляния, какие-то тематические вечерки в сельском доме культуры. Ну, расскажите нам поподробнее, что же вы приготовили в эту субботу. Что там за очередь Марковская? Ну, в эту субботу мы хотим познакомить, кстати, гостей нашей деревни с нашей традицией. Это традиция собираться вечерами в одном из домов и проводить, так сказать, время в кругу друзей, в кругу знакомых. Вот, ну, для наших гостей мы подготовили на завтра, во-первых, стол из традиционных блюд, кстати, вот сейчас мы на кухне блины готовим к завтрашнему дню, будем творожком их делать. Вот, где-то там в деревне у нас уже наши бабушки бабку готовят у Кишце, вот, драники жарят. О, сейчас, представьте, какие запахи в Марковичах. Ну, знаете, как говорится, Виктор, ну тогда мы идем к вам, что называется. Скажите, во сколько можно к вам завтра приезжать? Завтра у нас начало мероприятия в 17.00 и продлится это все до 10 часов вечера. Ой, прекрасно. А там и до воскресенья. Мы успеем приехать из Минска. Ну что ж, Виктор, спасибо вам большое. Мы желаем вам хороших выходных. Думаю, вот, шарать уже начнет сейчас выстраиваться в Марковиче. Ну, скажите, поменялись ваши планы к концу нашей недели? Очень хочется в Марковиче. Ну вот, вот с этим, как говорится, вот там и встретимся. Ну что ж, дорогие друзья, на самом деле, действительно, выходные должны получиться интересными, ведь все зависит от нас. Это может быть музей, картинная галерея, это может быть действительно интересная такая вот сельская вечерка, кинотеатр, да что угодно. Да просто посиделки с друзьями, цирк, да. В общем, планов действительно на Гомичне очень много. И самое главное, что у вас есть возможность, из чего выбрать. Я благодарю вас за участие. Хороших выходных. И вам, дорогие друзья, хороших выходных. Это была программа «Добрый вечер, Гомес». Наталья Волынец. До новых встреч в прямом эфире. Субтитры подогнал «Симон»